МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Верховой идет на нас, на спинах!" -"Обдом!" -"Мы все сгорели". -"Просто, что мы готовы, мы все в аппарате!" -"Что делать, если дым в лесу мешает не просто дышать, но уже и огонь подходит к порогу вашего дома? Сразу несколько якутских поселков оказались на грани уничтожения из-за лесных пожаров. Отстоять их сейчас пытаются не только сотрудники МЧС и авиалесохраны, но и все взрослое население и даже школьники. Это канал С видом на жизнь. Меня зовут Дмитрий Степанов. И сегодня с моим другом, блогером Олесем Петровичем, мы поговорим о том, как жители Якутии борются за свои дома. Олесь только что пролетел в Москву, но еще несколько дней назад он был на передовой лесных пожаров. Олесь, это страшно было? Это было действительно как на войне, как на передовой. Четыре деревни только в Нюрбинском районе, где огонь подошел прямо вплотную, 400 метров до домов. Это беспрецедентный случай. И все подробности вы увидите в следующем видео. По проселочной дороге к деревне Нюрбача в Нюрбинском районе Якутии несется пожарная машина. Каждая единица техники сейчас навеса золота. Промедление может привести к гибели всего поселка. Огонь за несколько дней преодолел десятки километров по тайге и стал угрожать всем жителям Нюрбачана. На улицах плотная пелена дыма. Заволокло весь горизонт. Все в дыму. Вот по той стороне все горит. Вот так вот. По улицам поселка курсирует полицейский уазик. С одной стороны тушат. С одной стороны дороги. Вот эта дорога это въезд в деревню. Но там дело в том, что там тоже горит. С другой стороны тоже тушат. Вот противопожарный ров. Прорыв. Ждут. Команда готовится. На окраине деревни, как на передовой, немногочисленная тяжелая техника и люди, которые дежурят здесь днем и ночью. Старый автомобиль подвозит в воду, но этого слишком мало. Вся надежда на противопожарную полосу, которую огонь не пересечет. Если, конечно, повезет и пожар не разгорится сильнее. Местные жители, на первый взгляд, слишком спокойно воспринимают происходящее, хотя от эмоций и паники, естественно, будет только хуже. Вы вот сейчас, получается, на линии первые, да? Не страшно? Конечно, страшно. Я представляю. Я представляю, у меня пожар был. Это вы караулите, да, так? Да. Петли. Жестко, жестко. Че, не страшно? А че поделать? Че поделаешь? Ну да, ничего не поделаешь, действительно. Вон, ребят снимали. За километр от поселка, недалеко от кромки горящего леса, разбиты два лагеря авиалесоохраны. Ее сотрудники прибыли из Якутска, работают в несколько смен. У них есть вертолет, бульдозер, но в целом методы тушения не меняются годами. Самое эффективное устраивать так называемый встречный пал травы. Приходится разжигать огонь по ветру навстречу, навстречу, как бы, пламени вот этому природному. Это такой у них, как бы, прием, очень эффективный, когда огонь на огонь, и все это дело локализуется. Очень много пожаров по вине природы, природные пожары, сухие грозы. Ну, конечно, есть и вина человека. Вот, видите, прямо на глазах разгорается это все. Лесные пожары в Якутии начались на месяц раньше, чем обычно, и за несколько дней их площадь стремительно увеличивалась. Причем по отчетам местных чиновников, реальные цифры горячего леса занижали в десятки раз. По этому поводу представители Минприроды даже обратились в Генеральную прокуратуру, а на совещание о таком феномене спрашивали у главы Якутии, а он, в свою очередь, со своих подчиненных. Да, у нас сейчас по некоторым пожарам расхождение в 40 раз, коллеги, в 40 раз. Вам уже телеграмма от министра пришла, вам уже вот прокуроры пришли, так, а вы не меняете до сих пор. Будем разбираться, коллеги, кто у нас на месте все-таки допускает то ли осознанно, то ли неосознанно нарушение отчетности в эту систему Рослесхоза. Верховой идет на нас, стена, окружил со всех сторон. Все, конец, я не. Не поминайте. Вся Хандыга вдоль горит. Осталось каких-то 200-300 метров. По официальной версии, причиной пожаров стали костры охотников, которые неаккуратно обращались с огнем. Под угрозой сразу несколько поселков в разных частях огромной республики. Лес горит в районе Нюрбачана, поселков Мар и Хандыги. Пожар то немного потухнет, то разгорится с новой силой, пугая немногочисленных местных жителей. Огонь начинается с начала Хандыги. Кто-то разглядел в этом столбе пламени местного разгневанного духа огня. Наши соседи, Сунтарский Улус, тоже терпят такое же бедствие. Тоже эвакуируются деревни. Горит Аэроностах. Это деревушка за рекой Вилюй. И, в принципе, Нюрбачан начал гореть с Аэроностаха, хотя он и на той стороне реки Вилюй. Искра перелетела 700 метров и зажгла другой берег, то есть наш. Горит, получается, догорает мар вокруг. Но, слава богу, его там пронесло все-таки. И вот Эдей под такой жесткой угрозой. Тоже люди эвакуируются везде. Кто-то в деревне по родственникам, кому-то предоставляют убежище, школы, интернаты, где-то заселяют спортзалы. Как только меняется ветер, огонь начинает раздувать, и за несколько часов пожар может совершить неожиданный рывок. В таком случае те, кто его тушат, в любой момент рискуют оказаться в огненной западне. Запретили мне ехать дальше по дороге, потому что, возможно, такое будет, что ветер изменится и меня накроет. То есть мне дорогу закроет или что-то будет такое. У них туда уехал трактор, тоже там. Они там работают и не может он назад приехать. Ну, большая опасность. Там по рации прямо сообщали. Вот в направлении поселка проносится автобус. На нем вывезут тех, кто еще не успел покинуть опасную зону. Жители до последнего не хотят бросать свои дома. Ждут чуда в виде неожиданного дождя. Тем временем, потревоженные дымом, мошка и комары устремляются из леса в поселке. Сказали мне отсюда скрыться срочно, потому что сейчас ведем пожар. Веден режим ЧАЭС. И поэтому мне надо отсюда, короче, как гражданскому свалить. Во времена СССР почти в каждой якутской деревне был лесник, а в районах отряды парушетистов авиалесоохраны, которые могли оперативно тушить пожары. Теперь же силы остались только на уровне республики, да еще и полоса аэропорта в Якутске на ремонте. Не может принять большие самолеты. Так что тушить леса в Якутии приходится как могут и чем могут. Коптер понадобился. Сразу показал ребятам, где что и почему. Тоже пожар вот здесь вот, в серединке. Вот тут прямо. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается сложной и непредсказуемой. Группировку пожаротушения наращивают, а кое-где местное население решило воспользоваться более привычным способом решения всех проблем. Позвали на помощь шаманов. Неизвестно, помогли ли эти танцы с бубнами, но в некоторых районах над Тайгой действительно пошел дождь. Вот дождик идет, хранит бог. Это был канал Сведом на жизнь. Меня зовут Дмитрий Степанов. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите в комментариях, что вы думаете о ЧП с пожарами в Якутии. Субтитры подогнал «Симон»!